Это бульдозер. Он легко разровняет огромную кучу песка, либо щебня. Также может передвинуть огромные и тяжелые предметы. Экскаватор. Эта машина необходима, чтобы копать глубокие-глубокие ямы. А копает он огромным ковшом. Лесовоз. Грузовой автомобиль. Он умеет перевозить огромные бревна, а также любые другие пиломатериалы. А ты знаешь, что бумагу делают из дерева? Экскаватор-погрузчик. Это специальная машина, у которой целых два ковша. И она способна выполнять функции экскаватора и погрузчика. Ставь лайк, если управлял такой машиной. И ставь 100 лайков, если хочешь поуправлять. У самосвала есть огромный кузов, в котором он перевозит разные большие грузы. Самосвал может самостоятельно себя разгрузить. А загружает самосвал экскаватор, используя свой большой ковш. Фронтальный погрузчик. Он необходим для погрузки разных материалов. Также он может возить грузы и буксировать оборудование на небольшие расстояния. Скрепер. Срезает слой земли и готовит основание для будущей дороги. Скрепер. Это землеройно-транспортная машина. Траншей-копатель. Это строительная машина для рытья траншей, либо длинных ям. А дальше в эти ямы прокладывают инженерные коммуникации. Например, трубы. Буровая установка. Она проделывает глубокие скважины, грунти, например, чтобы добраться до воды. Дорожная фреза. Эта машина умеет срезать и измельчать асфальт. Если в дорожном покрытии появились дыры, необходимо его заменить. И тут дорожная фреза приступает к работе. Гудронатор поливает щепень на дороге склеивающим раствором, гудроном. Эту машину можно использовать для автоматического, либо ручного распыления. Асфальтоукладчик, либо дорожный каток. Ставь лайк, если видел такую машину или очень хочешь увидеть. Он предназначен для укладки и выравнивания асфальто-бетонного покрытия. Ставь лайк этому видео и подписывайся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok